ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сто кранов останавливает прорыв Уфимского, нападающего к собственным воротам. У Салавата в третьем звене, Воробьев в центре. Совершенно верно. Вторые шансы, это в первую очередь, конечно, ответственность. Ну, на самом деле, и вратать должен лишних шансов не давать. Но действительно, в ситуации, когда шайбу невозможно зафиксировать, ее нужно только остановить, и дальше это уже вопрос к защитникам, которые должны выносить шайбу из пятака. Ну, здесь все получилось здорово, и Гранул, опять же, поборолся за позицию, нашел шайбу фактически в площади ворот. Да, к тому же, должны за всеми свободными шайбами их снимать, и защитникам. Ну, и, собственно, вся финская линия получает баллы за результативность в этой атаке. Тему Харти Канюкс он начал пасом из-за ворот. СКА отвечает. Бросок в створ достаточно акцентированный. Опасность Колидов не стал бросать, прострелил. Не понял немножечко партнер. Полет фантазии защитника в этом моменте разошлись траектории нападающего и шайбы в данном эпизоде. Ну, и Колидов, наверное, в такой ситуации имел смысл в створ попытаться шайбу направить, а не вот так. Если делаешь прострел, то тогда должен быть точнее. Адрес должен быть у подобного рода передачи. Ну, да, увидел движение Башкирова на пятак Колидов и отправлял шайбу. Не сумел добраться до этой шайбы нападающей Салават Риваева. Хотя, ну, по факту получается, что, конечно, бросок в повороту был бы лучшим решением. В этой ситуации нападающий, может, с точки зрения результативности могло бы быть и побольше, но с точки зрения действий центрального нападающего он просто великолепен. На самом деле, появляясь на площадке, создает совершенно реальные преимущества своей команде. Команде в середине площадки. Ну, и, кроме всего прочего, Кадейкин сам может сдвинуть, кому угодно. Так что номер запомнил. И ждем продолжения этой истории. Вообще редко как увидишь, чтобы Кадейкин на чистом льду попадал под такие силовые приемы. Подобному повороту событий. Для Ромы Алтанин и Бурдасов как раз со вбрасывания в зоне атаки своими бросками способны придумать проблему любому вратарю. Ну, хорошая демонстрация от предыдущих вбрасывания. Вспомнил иска и бросок от Мирал. Алексеева поддушили в момент вот этого разворота. И в итоге шайбу петербуржца забрали себе. Правда, ненадолго. Атака два в два. Тут же с места отбора понеслись уфимцы вперед. Безо всяких выкрутасов и экивоков бросок в сторону ворот. Ну, такое впечатление действительно, да, у Самонова, ну, если оставить за скобками, последний матч против Барыса, который он провел достаточно много времени, не было игровой практики. И вот сейчас стремятся нагружать его всеми способами уфимцы. При первой возможности тут же летит такой каучуковый привет к галкибе Русска. Сейчас Володин, да, атаковал. Хороший бросок. Потому что здесь, да, особо поддержки-то не было, поэтому нужно стараться из этого момента вытащить как можно больше, да, и бросок ворот на скором позиции. Это всегда хорошее решение. Всегда хорошее решение, да. В особенности, когда у тебя нет поддержки партнеров, по той простой причине, что шайба идет вперед, и бросок создает угрозу сам по себе, плюс еще возможности для добивания и поправления. Я вот применительно в баскетболу впервые услышал эту мудрость. Лучший пас – это бросок. Но к хоккею в ряде случаев это имеет тоже отношение с самыми непосредственно. Некоторые команды на этом игру строят, на количестве бросков, понимая, что если, скажем так, качество исполнителей не такое высокое, то это штука, которую имеет смысл использовать. И лучшие команды типа «Авангарда» это используют достаточно часто. И на примере «Северстали» тоже это смотрится неплохо. А здесь «Радион Амиров». Три шайбы на этапе «Евротура» в трех матчах. Забросил, да, и своими шансами пользуется просто здорово. И здесь на возврате, во-первых, одевал форму Салавата Юваева. И здесь вот такое возвращение СК начинается с заброшенной шайбы Антона Боддасу. Как это было в первой встрече этих команд. Но в отличие от «Гранлунда», который взял небольшой перерыв после того, как отличился во встрече против СКА, Бурдасов не стал молчать так долго. Он уже начал подготовку в прошлом матче с «Северсталью». И там тоже важная шайба на счету Бурдасова. Он сравнял счет по встрече с Череповчанами, подготовив почву для Кетова, для его победного гола в овертайме. Ну и вот третья шайба в сезоне. Ворота у финцев на счету Антона. И вот так. Найти хорошую передачу или принять другое решение. Но Старков был очень настойчив и в конечном итоге своими действиями создал себе отличный момент. А Салават Юваев в этой ситуации выручил Данил Тарасов. Вот уже атака на противоположные ворота. Ставил корпус Даниил Башкиров, но не пустили его на позицию для броска. Старков дважды, во-первых, на синей линии отловил Кадетин Овторчу, выиграл борьбу в средней зоне, которая позволила ему вывозиться один на один. Но там действия Старасова уберегли. Салават от боли. Крупность неприятностей. Но вообще-таки тревожные сигнальчики для уфинцев поступают с самого начала второго периода. Это точно. Большей активности. Да я думаю, что и тренер Салават Юваев прекрасно понимает, что закладить инициативу в матче со СКА и не отдать ее, это просто невозможная задача для любого соперника. 40 секунд остается у уфинцев на розыгрыш лишнего без скорости. Манинен проник за чужую синюю линию, но дальше деваться ему уже было абсолютно некуда. И в итоге абсолютно безболезненно. Но пока для СКА вот это удаление Ткачева проходит. В общем-то, близко к синей линии стараются. Соответственно, там пространства очень-очень немного. И уже несколько попыток входа в зону в этом большинстве для Салават Юваев, чтобы попытаться разыграть чистое преимущество. Да, и вот это большинство, ну, совсем не удачное для уфинцев. Если бы сейчас это летел ему в руки, с удовольствием это поставил бы. Постарался бы поймать, но не исключено. 2-1. Салават по-прежнему впереди. Три с половиной минуты до конца второго периода. Выстояли уфинцы в меньшинстве. Опасный, неприятный для Тарасова бросок от Бурдасова. Но интересная и во многом поучительная смена. Причем, по-моему, даже не сломал плюшку Григорий Павлович. Он просто потерял ее, да, в единоборствии, чтобы не заработать две минуты. Выпустил из рук и так и закончил эту смену без плюшки, но и без потерь для Салават Юваева. Причем, если партнер упустил этот момент, то, наверное, изрядно был удивлен, когда пытался выхватить ее. Вот еще момент возникает. В первом периоде и сейчас тоже такая ситуация, в которой в результате Ликошек Шайб оказалась на Кутаке. И пытался до нее добраться. Родион Амиров не позволил это сделать в таких выпусках. Ну что, концовочку. Хозяева начинают также с минимальным преимуществом в шеке. Любопытно, что приблизительно одинаковые статистические показатели у команд в третьих периодах, если брать эти основные победы, мячьи, поражения, количество напорных очков даже одинаковое. Но, опять же, здесь нужно обращать внимание на мелочи. А мелочи таковы. Разница шайб у СКА плюс 11 в третьих периодах, а у Салават Юлаева минус 1. При том, что, опять же, повторюсь, по 13 заключительных отрезков выиграли. И какую-то часть из этих плюс 11 петербуржцы сформировали совсем недавно в Череповце, где Кимпанин и Бурдасов, собственно, отличились. У хозяев так хорошо, как это получалось, в частности, в первом периоде сегодняшней игры. Ну и проигрывают в Брасуни. Да, выпустили Маненина с партнерами. Брасуни проиграли, отобранили свой отрезок. И, чтобы не искушать судьбу, снова следующий вы ищет центрального нападающего, способного превзойти соперника на точке. Момент! У Марченко не заходит шайба в ворота. Но вполне она могла там оказаться. Преимущество СКА на первых минутах третьего периода. Очевидно совершенно. Уже разбил даже эту пятерку. Ларсен выходит в паре с Алексеевым, но по-прежнему ничего. Кадейкин был единственным, кто выиграл в Брасуни на точке. И это позволило ему и Жаркову хотя бы вообще сбегать, узнать, как там дела. У Самонова, не замерзли он. А так, вся игра пока в зоне Уфы. И вот с этим нужно что-то делать. Уфим. Передача через лицевой борд перехвачена. Правда, здесь удалось усадить на сетку ворот Качева. Но пришли на помощь партнеры. И опять из зоны выйти не удается. Качев с шайбой ищет варианты доставки ее на пятачок. Там Ким Пайнин пытался освободить свою плюшку, но достаточно внимательно против него играл защитник. Снова подбор. Остается за игроками СКА. Качев подключает защитника в дальнем круге вбрасывания, но не получается. Выбирает место перед воротами и как раз Хартикайнин туда подставляет шайбу. Так удалось создать сегодня одну и первую заброшенную шайбу. И сейчас в Хартикайнин с Городом пытались сделать то же самое. Ну давай так. Уже сейчас у Хартикайнина больше результативных передач, чем за весь прошлый чемпионат. Ну я говорю, я бы этого не сказал сейчас, но действительно это чувствуется, что Хартикайнин в этом сезоне может позволить себе действовать немножко по-другому. Пока на данный момент еще 10,5 минут играть в третьем периоде. Но так, две заброшенные шайбы Салават Юлайл в первом периоде, одна заброшенная шайба СКА во втором, одна заброшенная шайба в третьем. И предыдущая игра закончилась очень быстро в овертайме броском Владимира Хачева. Ну и да, удивительные стечения обстоятельств. В этом году в ворота Салават Юлайла забрасывают исключительно бывшие игроки ухимской команды. Но с другой стороны о чем это говорит? О том, что опять же кого попало в СКА не берут. Тем более все они в первой бригаде большинства сейчас выходили на площадку. Все три нападающие. И в свободное место держат голову поднятой высоко. Но там партнеры, которые только вышли со скаминьки, еще не раскатились. И поэтому шайба возвращается за ворота. Семенов, чье удаление петербуржцы использовали. Начинает очередную атаку своей команды. Но тоже только короткий пас здесь проходит. Петербуржцы так разбирают игроков, команды соперника. И в итоге шайбу теряют у финцы для того, чтобы обрести ее в чужой зоне. Через смену, я смотрю, вообще выпускает Ким Пайнина с Болдасовым и Ткачевым сейчас тренер СКА. Правда, вот здесь удалось Салават Юлаева заставить этих нападающих обороняться. Качев отбрасывал за спину, а партнер-то там уже не оказалось. Но уже сил не было у оппонента Владимира Верника перед своей зоной. Получилось. В итоге шайбу себе Юлаевцы вернули. Полидов вбрасывает ее в зону, ну и пойдут активно в борьбу у Финкса. Подозначение есть, но при этом лишившись возможности сыграть на перепаде. Ох, опять Болдасовый достается на этот раз по лицу. Но не критично может он продолжать. Да и, собственно, судей не обратили на это внимание Фантенберг. Двигает до ворот, оттуда выкатывается игрок. Смена позиции УСКА. Качев. И бросок Бурдасова не попадает в створ. Хочется отметить работу ухимских коллег. В этом матче заявили они нам Антона Бурдасова. Потенциально самым ценным игроком этого матча. И, конечно, отслеживают все его перемещения с особым тщанием. Ну, помимо великолепной операторской и режиссерской работы, вот еще этот момент тоже хотелось бы отметить. Ну и вот этот бампер при уходе на рекламу шикарный, где там нажал кнопочку на будильнике Хеллберга. Это тоже отличная картинка для клипов какого-нибудь о КХЛ. Молодцы. Ну и сам Антон Бурдасов. Да. Умница, да, забросил шайбу. Красивейшая шайба. Бросок Морозова. Бросок Морозова. Заблокирован шайбов в сторону. Пошла. Алексеев не пустил Марченко вдоль борта, но Марченко все равно дождался своего момента зацепиться за эту шайбу. Пришла она к нему. Перевод на синюю. Бросок Белова. Линден Вей. 13 игр. Без голов. А вот попытку исполнил просто великолепность. А у меня в счет. От добра добра не ищет. Томми лямся. Амиров вторым, как у вас встреча со Спартаком, выходит. И вот удивительное дело теряет контроль над шайбой. Себе Родион Амиров и шайба сошла с крюка в результате даже до броска поворотом. Дело не дошло.